Вред от употребления сыра продолжает будоражить умы людей, особенно тех, кто хочет похудеть. Сыру приписывают просто ужасные вещи. Что на 60% он состоит из мертвых бактерий, и поэтому он так пахнет. Что сыр – благоприятная среда для грибов, паразитов и простейших, как во время хранения, так и попав в желудочно-кишечный тракт. Провоцирует кандидоз, снижает иммунитет и обладает канцерогенным действием, то есть вызывает онкологические заболевания. В сыре все плохо, начиная с коров на ферме, где их пичкают гормонами, которые переходят из молока в готовый продукт. Наконец, что сыр содержит трудные для переваривания белки, которые частично преобразуются в морщины. Они даже вызывают зависимость от сыра. Слышали о такой? Сыр – персона нон-грата, для всех, кто следит за фигурой или снижает вес. Из-за чудовищно большого количества жира в составе. К слову, чуть меньше в нем белка, который нужен в том числе для того, чтобы не кидаться на сладости. Ну как, страшно? Тогда смотрите выпуск. Как вы уже догадались, сегодня он про сыры. Выясним, так ли все плохо с этим продуктом, можно ли его на снижение веса, и если можно, то какой выбрать без последствий для фигуры. Всем привет! Вы на канале «Снижение веса. Питание». Веду его я, Светлана Якичук, спортивный диетолог, автор двух проектов по снижению веса, которые прошли более 15 тысяч участников, и теперь знают, как вкусно есть в новом, своем комфортном весе. Я обучаю снижению веса с приятным чувством насыщения, а не с постоянно сосущим от голода желудком. И по традиции, представляю все свои соцсети, переходите, буду рада общению. Многие путают, называя сыр белковым продуктом. На самом деле это не так. Он относится к жировым. В нем достаточно много калорий. Некоторые виды сыра содержат до 400 калорий на 100 грамм. Однако нет исследований, которые подтверждали бы, что калории и жиры из сыра вредят здоровью. Наоборот, сыр закрывает потребность нашего организма в жирах, белках. Кальций имеет массу достоинств, в том числе витамины группы В, витамины А, С и Е. Повторюсь, но в нем действительно много кальция для крепких костей и здоровых зубов. Обилие жира тоже отчасти можно считать плюсом. Ведь на жировой основе синтезируются половые гормоны, жировой оболочкой покрыты нервные окончания, а жиростворимые витамины АД и ЕК усваиваются только при присутствии жиров. В сыре содержится аминокислота триптофан, которая отвечает за выработку гормона, хорошего настроения и радости серотонина. Еще этот продукт полезен для пищеварения. Подтверждено, что умеренное потребление сыра снижает риск болезни Альцгеймера и сахарного диабета второго типа. Но давайте по порядку. А знаете ли вы, что у любителей сыра есть праздник? Если сыр для вас значит что-то большее, то 20 января не отказывайте себе в этом, несомненно, вкуснейшем и полезном продукте. Сыры бывают нежные и насыщенные, твердые и тянущиеся. Каждый может найти тот, который больше нравится. Но что их объединяет? Что каждый несет пользу и лучше раскрывается с определенными напитками и блюдами. Твердые. Пармезан. Швейцарский. Голландский. Чеддер. Копченый. Сюда же относятся полутвердый по типу Мазда. Мягкие. Камамбер. Рокфор. Рассольная. Моцарелла. Сулугуни. Брынза. Фета. Процент жира достигает до 40-45%. Но в этой категории сыров много соли. 7%. В сырах вообще много солей. В 60 граммах сыра чеддер 350 миллиграмм соли. Соль повышает артериальное давление, способствует развитию остеопороза и вымыванию кальция из организма. Поэтому если вы следите за количеством потребляемой соли при болезнях почек или гипертонической болезни, это нужно учитывать. После приготовления твердых и мягких сыров остается сыворотка, богатая белком альбумином. Из нее изготавливают рикоту, вурда, брюнуст, сывороточные сыры. Отдельной группой упомяну сыры с использованием съедобной плесени из рода пенициллиум. Ее употребление безопасно для человека. Именно ей сыр обязан неповторимому вкусу. Плесень может покрывать корочкой сыры бри, гермелин и камамбер. А могут быть пронизаны сине-зеленой плесенью ракфор и горгонзола. Козий сыр отличается по вкусу и химическим составам молока. У козьего более высокая концентрация особых жирных кислот, но меньше белка, чем у коровьего. Соевый сыр тофу. Очень похож на брынзу, но калорийность 75 калорий на 100 грамм. Потому что жирность до 5%. Это совершенно другой продукт, не жировой, а белковый. Но раз уж его называют сыром, то не сказать о нем не могу. Его рекомендуют в период менопаузы из-за фитоэстрогенов, которые могут поддержать женское здоровье в этот период. Дефицита женских гормонов. Качественный сыр содержит не менее 20% белка, что по содержанию превосходит даже мясо. Много минеральных солей фосфора, кальция и весь набор витаминов, которые есть в молоке. Сырные белки по составу аминокислот близки к белкам человека, поэтому считаются самыми полезными и легко усваиваются. Незаменимые аминокислоты лизин и метионин, трептофан. Последний предшественник серотонина, нейромедиатора, который подавляет отрицательные эмоции и не дает нам уйти в депрессию. Однако жира все же больше. Стандартная 56-граммовая порция сыра содержит не менее 15 грамм жира и 200 калорий. При этом суточная норма человека около 50-70 грамм жира в день. И в этом проблема. Но не сыра как продукта, а людей, которые не следят за калорийностью и рациональностью своего рациона. Беспечно съесть сырную тарелку вечером под сериал. Или добавлять сыр в каждый прием пищи, ведь он такой вкусный. Согласны? А легкий перекус сыром и вовсе не считать за прием пищи. Знакомо? Знаете, отрезать пару ломтиков по полсантиметра и забыть, что съели. А в них плюс как минимум 200 калорий к суточному рациону. К слову, для снижения веса мы убавляем калораж на 300-400 калорий. Причина в росте веса всегда есть и чаще всего она в питании. Чтобы получить 30 грамм белка, нужно съесть примерно 100 грамм куриные грудки. Калорий при этом будет всего 163. Столько же белка содержит 200 грамм моцарелла, но это уже 560 калорий. Но все же нет ни одной весомой причины исключить сыр из питания насовсем, кроме генетической непереносимости коровьего белка. Если вы снижаете вес, выбирайте сыры не более 20% жирности. Чечил, Виаполар, Грюнландер, Рикотта, легкая брынза, Фета. Вы, конечно, можете записать весь этот перечень сыров, чтобы не превышать калорийность, но я делаю по-другому. Я ем любой сыр, который хочу, но соблюдаю правила и рекомендую участникам своих проектов цеха Нутрициологика. Во-первых, едим сыр на завтрак или обед. Если хотите добавить и в завтрак, и в обед, обязательно учитывайте калорийность сыра. Во-вторых, порция не более 30-40 грамм в день. Считаю сыр наивкуснейшим продуктом и снижение веса не повод отказывать себе в удовольствии. Мои жирненькие любимчики Тед Демуан и Дорублю. На моих программах питания даже на снижении веса можно сыры, как и молочку в целом, но с умеренной жирностью. Попав на проект, вы получаете программу питания, где указаны все продукты, из которых можно готовить. Это не худеющая тюрьма, где у вас четкое расписание определенных блюд, которые вы должны приготовить. Нет, у нас все по-другому. Только завтраков 28 вариантов на ваш выбор настроения. Готовьте, что хочется и худейте. Сладкое или соленое, молочное или мясное, с сыром или без. Я за разнообразие продуктов, в том числе и сыров. Потому что каждый вид этого молочного продукта обладает уникальными полезными свойствами. Слышали, что пармезан быстро устраняет депрессию? Моцарелла наращивает мышечную массу, конечно же, если вы ходите в тренажерный зал. Адыгейский сыр нормализует микрофлору кишечника, а брынза повышает общий тонус организма. Сыр быстро избавляет от голода благодаря белку, который, несмотря на все страшилки, легко усваивается. Избавляет от бессонницы, помогает справляться со стрессом. Полезный молочный продукт помогает при гипертонии, анемии и слабости. Сыр заряжает энергией, способствует укреплению иммунитета, улучшает работоспособность мозга. Регулярное потребление этого продукта может укрепить сосуды, избавиться от дисбактериоза. Но все же первое место по полезности занимают творожные мягкие сыры, рикотта и моцарелла, в которых меньше насыщенных жиров. Я не советую гоняться за сырами со сниженной жирностью, из-за того, что такие экземпляры просто невкусные и безвкусные. А ради чего тогда, собственно, их есть? Сочетайте сыры с ягодами, овощами и зеленью, а не с хлебом. В период строгого контроля калорий берите жирность до 20%, и это всего лишь период, после которого можно и нужно вернуть обычные сыры. Почему же сыр вызывает зависимость? Действительно, мало кто может устоять от кусочка пиццы и тянущегося еще теплого сыра. Некоторые даже могут сидеть на диетах без сладкого, но без сыра никак. Оказалось, сыр содержит аминокислоту под названием фенилэтиламин. Это нейромедиатор, который отвечает за влюбленность и состояние эйфории. Он и содержится в шоколаде и сосисках. Если вы еще напуганы страшилками о сыре, давайте разоблачим их. На 60% сыр состоит из мертвых бактерий. И на это, кстати, нет научного довода, а только здравый смысл. Да, мы едим икру, рыб, яйца, птиц, мясо. В сыре происходят химические реакции в результате взаимодействия грибов и микроорганизмов. Выделяются разнообразные газы, и именно от них зависит запах сыра. Кроме того, используемые грибки для производства сыра были отобраны несколькими тысячелетиями путем проб и ошибок. И тот сыр, который мы едим, не содержит опасные для человека токсины. К тому же, каждый сыр проходит соответствующую сертификацию на безопасность и соответствие. Иначе мы бы слышали о случаях отравления, но их нет. Сыр – благоприятная среда. Да, так оно и есть. Оставьте сыр в холодильнике, и он зарастет плесенью, но она безобидная, в том числе черно-синяя. Обрежьте ее, сыр пригоден к еде, без последствий для организма. Провокация кандидоза. Это инфекционное заболевание, но из еды провоцируется быстрыми углеводами, совсем не сыром, жировым продуктом. Совсем противоположное действие на раковые клетки. Все дело в белке низине. Он выделяется лактобактериями при свертывании молока и созревании сыров и способен уничтожать раковые клетки и убивать микробов устойчивых для действия антибиотиков. По поводу нахождения гормонов начну с того, что в неизменном виде гормоны не могут оказаться в сыре, а их метаболиты имеют место быть. Но порция сыра в день до 50 грамм, даже если содержит метаболиты, антибиотиков, то это вообще несущественно. И перевес все-таки идет к полезным свойствам сыра. Про плохое переваривание белков сыра и употребление на диете подробно рассказала ранее. На этом у меня все о сыре и о том, как встроить его в свое питание на снижении веса. Ставьте лайк, если любите сыр так же, как и я. И, конечно, если было полезно и узнали что-то новое. Напишите в комментариях, какой сыр вы предпочитаете. Напомню, с вами была Светлана Никитичук. Мы увидимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока!